I recommend turning back. Он сказал, короче, тут область тишит акулами, поэтому говорит, лучше вали отсюда. Офигеть. То есть на стандартный маршрут он сделал акулу. Доброго, не совсем как бы доброго для меня времени суток, но доброго для вас, дамы и господа. С вами снова Спектр, продолжаем проходить самую фрустрирующую, самую хардкорную модификацию на GTA Vice City. Кстати, интересный факт, записываю этот видос 31 декабря, поэтому да, под конец года я решил еще немножко убавить нервов у себя. Ну а тем не менее, новую серию пора выпускать. Как обычно, сначала благодарим людей, которые вне стримов прислали донаты и просто мечтали попасть в одну из серий этого прохождения. Также, друзья, не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, ссылочка на плейлист будет в подсказке вверху справа на экране, если что в конечных заставках тоже появится. И, конечно, сегодня нас ждет прекрасная финальная миссия, надеюсь, что я ее пройду на Диаза под названием «Спрос и предложение», аж парень просто исчез в двери. Спрос и предложение — это, конечно, хорошо, но главное — предложить вам действительно хорошие игры к новогодним праздникам и еще и по хорошей скидочке. А какой же сайт может выручить в покупке новых игр? Конечно же, Case for Games. На нем все так же можно приобрести игровые новинки, классику или любой другой проект по довольно низким ценам. Возможно пополнить кошелек Steam с минимальной процентной комиссией и даже запастись нужным программным обеспечением. Выбирай один из пунктов в строке сайта и рассматривай любой нужный тебе вариант. Кстати, введя мой промокод, который сейчас видите на экране, вам добавляется скидка в 10% на любой продукт. Поэтому не тяни, заходи на сайт Case for Games по ссылочке в описании и наслаждайся новинками прямо сейчас. Итак, в прошлой серии, как вы помните, я остановился на миссии «Самая быстрая лодка». И дело в том, что я не смог ее пройти на тот эпизод, пошел отдыхать и проходил ее за кадром. Я проходил ее около 2-3 часов и запорол очень много попыток, на которых даже поэкспериментировал. Короче, в этой миссии, в принципе, первая половина была стандартная. В моменте, когда нужно было уже ехать за фургоном акул, было несколько особенностей, о которых я вам расскажу. Урон не засчитывается от Томми, по крайней мере на момент патча 1.4, в котором я и прохожу сейчас вот этот мод. Суть в том, что тачка гаитян и кубинцев тоже наносит урон транспортному средству акул. Поэтому нужна попытка, на которой боты все будут ездить вместе с вами. Во-вторых, вы целиком и полностью полагаетесь только на скиллуху ботов. Если они не будут стрелять, или если по какому-то скрипту тачку выкидывает обратно на ее путь, так скажем, здесь вы ничего поделать не можете. Вам необходимо перепроходить эту миссию просто сутками до тех пор, пока боты все не сделают. Но после того, как они расстреляют тачку, вы видите, да, сейчас вот одну из тех попыток самых, вам нужно выйти из машины, быстрее успеть сесть в фургон, пока в него не сел либо кубинец, либо гаитянин, потому что они повезут лодку на свой спот. И далее вам нужно спустить тачку на воду. Сразу говорю, автор мода не предупредил, как это нужно было делать. И в одной из попыток я полностью утопил Томми Версетти. Дело в том, что тачку нельзя двигать самостоятельно. Она будет пригвоздена, пригвожена к асфальту. Ну, в общем, вы поняли. Однако, вам необходимо набрать скорость и выпрыгнуть из тачки на ходу. Таким образом, лодка сразу заспавнится на воде. И после этого вы можете гнать ее в особняк Диаза. Вы не представляете, как мне было обидно протратить где-то пару попыток на моменте, да, где Томми действительно утонул, а я этого попросту не знал. Плюс, стрелки у кубинцев и гаитян имеют бесконечное количество хп, и вы их никак не убьете. То есть, если они вас догонят и надамажат фургон, миссия будет провальна, потому что фургон будет взорван. Именно так проходилась вторая часть этой миссии. Надеюсь, все вопросы улажены, и мы можем приступать дальше. Итак, дорогие друзья, спрос и предложения. Дай бог здоровья мне, дай бог крепких нервов. Но надеюсь, что последняя миссия на Диаза станет небольшой отдушиной. Я обожаю эту кат-сцену. Это я чисто, когда проходил эту миссию на лодке. Обожаю эту кат-сцену. Итак, доберитесь до той самой лодки, которую вы пригнали в прошлом эпизоде. Окей, смотрим. Кат-сцена здесь стандартная. We got some competition. Доберись до яхты, пока это не сделают другие лодки. Так, кубинцы поставили несколько ловушек. Ага, ага. Вау. Вау. Эм, вау. Сколько тут текста, если честно. Я немного не успеваю читать. Ага. Я согласен полностью. Здесь очень много текста было. Короче, там было написано... Короче, там было написано, что... На миссии будет расположено много ловушек. Сейчас я перезагружу. Там, кстати, автор мода еще сам над собой пошутился. Типа, он писался в школе, знали вы это или нет. Если это правда, то... Ну, надеюсь, это вылечилось, как говорится. Ну, короче, по факту, эта миссия построена на том, чтобы ты тупо заучил маршрут. Потому что, да, вы видите, что лодок здесь довольно много. Так, поплыли, дамы и господа. Я не уверен насчет того, успею я все сделать или нет. I like your style, man. Real fresh. Ага. Ну, короче, я решил плыть по маршруту вот этих кентов. А, окей. Там была еще одна бомба. Короче, я их в воде не вижу. Наверное, мне сейчас придется пересейвиться. Потому что, да, нифига не видно. Ну, короче, ловушки я теперь хотя бы вижу. Но это жесть. Тут, кстати, часть кубинцев, смотрю, она подорвалась на минах. И мне кажется, тут еще, короче, дело в самом маршруте. Ну, то есть, я имею в виду, что... Сейчас. I recommend turning back. Он сказал, короче, тут область тишит акулами. Поэтому, говорит, лучше вали отсюда. Офигеть. То есть, на стандартный маршрут он сделал акулу. Притом, реальную акулу, чуваки. Так, в этот раз я попробую опять вот этот маршрут, стандартный. Только главное сейчас не напороться на динамит, который тут валяется где-то. Ага. Я плыл максимально справа, но динамит все равно сработал. Так, попробуем теперь пройти немного по иному маршруту. Не уверен, конечно... Я не коснулся. Окей. Хмас и он на... Кстати, у меня есть один варик интересный. Да, я понял, что тут акулы. Подожди. А что если я обогну этот островок с лодкой вот с этой стороны? Ну, типа, мин тут вроде не должно быть. По таймеру только если я могу не успеть. А так... Ну, вариант, кстати, без шуток хороший. Но я просто, да, я могу по времени не успеть. Не, окей, я понял, что... Да, именно это надо было сделать. Надо было реально просто обогнуть островок. Так, что дальше? Ну, и дальше чисто стандартный момент с лодками, да? Да. Тут, кстати, динамит оставили. Ага. Может быть, он, кстати, меньше хп сделал для лодки, но я не уверен на этот счет. Но, слушай, динамитные шашки здесь остались. Кстати, можно отследить, где они здесь теперь будут все находиться. Ладно, окей. Вообще, если обогнуть начало... Ну, я думаю, я вам покажу, да, эту попытку полностью. Вы, в принципе, видели, что там, да, нормально все контрится. Только главное, чтобы сейчас какой-нибудь духоты прям не было. Томми, перезаряжай, хорош. Так, сейчас надо бочки взорвать сначала. Есть. Угу. Ну, у лодки, может быть, в теории чуть меньше хп, я вижу, да? Но оно вроде контрится более-менее. Мужик, вываливайся, все, он горит. Найс, уже что-то есть. Так, теперь главное застрелить вон того чувака. Но, кстати... Окей, на самом деле это было не так душно, как та миссия предыдущая. Но, блин, ладно, я все равно немного подгорел, скажу вам честно. Все ради контента нам, господа, поэтому не забывайте про лайки. Я вижу, кстати, вам очень-то не нравится это прохождение, поэтому... Ох, дай бог просто нервовно пройти это дело до конца. Сами понимаете, да, почему серии выходят с такой периодичностью. Но я стараюсь как могу. Ну что, Лэнс? Я тебя в этот раз даже убивать не буду, но надеюсь, что на этом миссия закончится, потому что, если нет, это будет печальненько. Так, и... Может быть, какая-то кастомная сцена будет? Не, нормально все. Окей, Мистер Лэнс, Вэнс, Дэнс. Так, Лэнс уплывает, жалко не подрывается. И миссия выполнена 10 тысяч баксов. Честно, каждый раз выдыхать при прохождении миссии в этом моде, это лучшее, что можно сделать по итогу. Ладно, друзья мои, давайте смотреть, что нам приготовили дальше. Итак, предлагаю снова взять Мистера Блэка. Миссия называется Автоцит. Не уверен, что самое лучшее, потому что он тут точно уменьшит время. Это прям на 100%. У меня час. У тебя есть один час, чтобы убить всех членов банды. Джим Граундвором ждет тебя у автобуса в Вашингтоне. У меня нет оружия в этой миссии. Блин, окей, это хороший, кстати, троллинг, потому что он реально выдал тебе один час. Но каким будет этот час? Наверное, тут все тачки будут тупо пули непробиваемые, да? Но за время, кстати, реально спасибо. Ля, он видит тебя. Убей его. Окей. Фокс Шторм Клауд. Значит, валяется на Оушен Бич. А? Слушай, мне кажется, или эта миссия, она скорее не сложная. Это просто троллинг, типа. То есть ты должен именно охренеть с того, что тебе целый час вместо 9 минут дает. Он нашел тебя. Убей его. Зумака Юкир сейчас говорит по телефону в Оушен Бич. Но, кстати, я вижу, что он здесь перелопатил вот этих всех чуваков. Он им даже имена и фамилии придумал свои. Он видит тебя. Убей его. А, этот чел уже с оружием, да, полноценным? Но я его порежу. Окей. Гордон Прайсман и Алекс Ченс сейчас шопятся в Оушен Бич. Хоп-па-ла. Может быть, он им оружие, кстати, будет по мере продолжения миссии давать поинтереснее, да? Ну-ка. Первый. Или первый я. Не знаю. Так. И тебя обнаружили. Убей его. Окей. Это был пистолет. Волтмен тестирует RC-плейн в Вайс-пойнте. Офигеть. Слушай, а тут не будет же такого, что реально целый час, короче, эту миссию проходить придется. Ну, типа, прикинь, он вместо пяти челов сделал 50. И, окей, это будет очень больно, если... Ладно. Я не хочу даже об этом думать. Вообще, признаюсь вам честно, когда я проходил вторую миссию на мистера Блэка, ну, вот на эти телефончики, да? По-моему, даже в комментариях люди так и не смогли догадаться, что там было за усложнение. Помимо того, что машина возгорается не при нуле процентов повреждений уже, да? Вернее, хп машины. А при там процентов десяти где-то. Вот. Так что, друзья, каждый день узнаем что-то новое про GTA Vice City-то. Но здесь я боюсь нихрена, пока нового узнать не могу. Даро. Так, ага. Он видит тебя, убей его. Хион Левик. А, его можно убить только с помощью... О, боже мой. Его только с помощью мили можно убить. Окей. Есть такое. Гейл Сахтан... Сахстан. Продает кое-что в убежище Вайспойнта. Я так понимаю, здесь была сложность, что если бы я попался на его самолетик, да, он бы меня, считай, ваншотнул. Окей. Ну, мне повезло, короче. Так, здесь должно быть опять какое-то условие, да, наверное, полноценное на прохождение миссии. Может, кстати, охрана здесь у кого-то будет? Он наш... Он видит тебя, убей его, говорит. Погоди, 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 погоди. Всему свое время. А, вон они где, елки-палки. Мужчины, то вы что-то далеко забрались, погоди. А как я должен до вас дострелить-то? У меня, между прочим, мемки-то нет больше. А, он сам подбежит, окей. Первый есть. Уолтер Блэк работает охранником на Старфиш Айланд. То есть, я так понимаю, именно с первым островом я уже разобрался полностью, да? Если это так, то... Слушайте, окей, ребят, согласитесь, вот концепт у этой миссии уже поинтересней встал. Ну, ладно, на самом деле, Пектер просто радуется, что у него на таймере целый час. Хотя это, кстати, может быть и подлядный. Ну, типа, написано час, а на деле там пять минут пройдет, и тебе скажут... О, как ты мог повестись на этот фокус, братанчик. Кстати, напомните мне съездить в Эмью Нейшн на втором острове, потому что если продают Крюгер или М4... Что там продается? Забыл. М4, наверное. Мне надо ее закупить, да. Потому что я ее всю потратил. Ну, учитывая, что я как бы проходил миссию в лодочной. Да, у меня и правда нет. Я все это дело потратил. Так, он нашел тебя. Говорит, убей его. Я слышу, что он с пистолетиком. Ага. Ога! Ога! Марко Грейсон! Работает где-то около Нордпойнт Мола. Где-то около Нордпойнт Мола. И в этот раз у меня, кстати, метки нет. То есть, подожди. Может быть, это последняя цель? Может быть. Я не уверен точно. Но, типа, мне надо найти сейчас... А, окей, смотри. Подсказка всегда, короче, внизу будет на экране. То есть, она не пропадет уже никак. И мне... У меня, типа, есть много времени на то, чтобы найти единственного кубинца, который находится в районе Нордпойнт Мол. Притом... Самуэ... Я, кстати, броню, если что, в инфорсере подобрал. Я, наверное, в дальнейшем не буду вам акцентировать на этом внимание. Да, я это уже показывал много раз в прохождении. Да, если что, короче, броню забрал. Слава богу, он был открыт. И это мне сейчас очень не пригодится. Так, еще раз. Марко Грейсон находится где-то в Нордпойнт Моле. И он Кьюбан Ганг Мембер. Член банды кубинцев. То есть, единственное, что у меня есть в этом плане, это его скин. Он может быть в траве где-то? А, нет, его в траве не оказалось. Слушайте, вот это настоящий детектив. Сейчас будет смешно, если я, короче, вот это все пробегаю, да? А мне потом люди напишут в комментах, Серег, так, ты же его пропустил? Вон он был. Зато потом остаток серии типа бомбил. Ля, кстати, сколько инфернусов впервые вижу. Нашел. Вот он, походу. He spotted you. Че? Че? Ага. Джимми Ти катается на байке в районе Даунтауна. Привет. Бро. Найс. Так, допустим, он тебя увидел. Угу. О, Моузес Джонс гоняет на тачке в Литл Гаити. Мне кажется, есть даже небольшой плюсик с четырьмя звездами. Чтобы я каждый раз не ездил к инфорсеру. И не забирал броню в нем. Мне надо... Мать вашу. Мне надо четыре звезды, наверное, апнуть, да? Тоже так думаете? Поеду, короче, в амбулаторию сяду, возьму хп. И поедем этого ОМОЗеса искать. Хорош, Серега. Е-е-е, 50 хп. Е-е-е, снова полное. Так, он в Литл Гаити. Видите, да? Курс сразу смягстился на второй остров. Это значит, что, наверное, две трети миссий я точно прошел. А вы, вот, многие, наверное, думаете, зачем он допы проходит? И вот этот же человек потом заставит эти допы проходить. Поэтому мы делаем все своевременно, ребята. Так. Окей, надо потом в Эммюнэйшн, да, сгонять. Не забыть. О, он нашел... Он увидел тебя. Окей. Есть какое-то условие с его машиной? Так, двери, вижу, выламываются. Это хорошо. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Ого, тачка горит. Надеюсь, он сейчас взорвется. Это будет последний. Принц-порт. Сейчас, короче, на стрелке. Ну, короче, слово пацана делает в Литл Гаване. Прикольно. Мне это немножко не нравится. Но количество звезд не повышается. Но градус напряжения растет, потому что я уже очень много челов умудрился убить. А напомните, что было в Тайтан Твайсе? Он просто... Подождите. Он просто там уменьшил время вроде, да? Может, там еще какие-то пара подлян были? О, там с М4 они стреляют. Да менты идите нафиг! И так машина не в лучшем, блин, состоянии. У меня, кстати, еще снайперка есть, если что. Можно будет, да, зачилить. Ля, их там сколько. Так, вы видите, что у вас там происходит, дурачки? У вас там сражение не на жизнь, а на смерть. Все, готов. Дайен Гуен работает на корабле в Айспорте. Если бы этот чувак добавил хоть какой-то способ дропать звезды, я клянусь, я бы им все-таки воспользовался. Даже если бы нужно было пройти парамедика, вижеланта, пожарного и, короче, все вот эти службы. Потому что этого очень сильно не хватает, а как усложнение, менты хоть и в Айсити самые, так скажем, миролюбивые, но в подобном задании это, конечно, ад. Блин, он сверху находит... Это плохо, это очень плохо, народ, это очень плохо. Не, погоди, вроде нормально. Но они могут напрыгнуть из-под тяжка, я это знаю. Этот момент надо иметь в виду всегда. Так, так. Здорово. Дайен, да. Все правильно, женщина. Привет, Дайен. У тебя было какое-нибудь оружие? А у нее не было оружия. Луиджи Грин и Марио Ред сейчас находятся в бегах на Оушен Бич. Охренеть. Сколько мне еще надо убить типов? Я, кстати, снова возвращаюсь на первый остров. Биди-биди-биди, Томми. Ай! Я хотел брифинг прочитать под конец. Я думал, может, есть какое-то спецусловие. Вообще, изначально мне, кстати, показалось, что здесь все цели должны располагаться в алфавитном порядке. То есть, либо в плане имен, либо в плане фамилий. Но вот перепроходя эту миссию, я вижу, что тезис неверный. И здесь, если есть какой-то порядок, то он очень хаотичный. И то есть, только сам автор мода его знает. Короче, я знаю, как пройти вот этих чуваков. Сейчас. Тут есть вот такая выемка. Во, видите? То есть, отсюда они нас вроде как не должны зацепить. Ага, здесь spotted you. Одного убили, кстати. Притом, его убили именно менты. Наконец-то, блин, от вас хоть какая-то польза появилась. Помимо того, что вы тупо за мной носитесь, как угорелые постоянно. Джесси и Джеймс Уолкер. Уокер. А, Джей Радинг. Катаются в районе Вашингтон. Видите? От ментов есть польза? Вайсити. Ну, именно в этом моде. Блин, эмку не могу взять, потому что там их очень много. О, Уокеры. Как же их много. Хотя, кстати, W одна из последних букв алфавита. Твою мать! Сейчас был бы очень печально, если бы я разбился. Ага. Эти уже сложны тем, что у них машина довольно быстрая. Они тебя заспотали, убей их, говорит. А, у них еще и эмка, я понял. Короче, я их не убил, никого. Но я понял, как их надо убивать. У них должен быть какой-то определенный паттерн, по которому они ездят. Да, скорее всего. Ну и, короче, просто на рандоме надо их гасить. Ну, типа, вот как сейчас. Первое, готово. Второе. Мужчина. Найн! Томми, вставай быстрее, потому что рисовать могут. Жесть, у меня сейчас сердце остановится. Потому что миссия очень длинная. Чел, машина у тебя быстрая. Это Стингер, да, я знаю. Рош. Есть еще кто-нибудь будет? Ярл Корсон и Джендал Корнсон взяли такси в Вайспойнте. Да че ж вы все кататься на машинах-то любите? Я, может, тоже люблю. Жесть, их много. Я, наверное, назову эту серию. Тебе нужно в целый час проходить одно задание. Притом, блин, я вообще не вижу, чтобы оно заканчивалось. Капец. А там, кстати, было написано, либо Taking Taxi, да, вроде? Либо ждут, типа, такси. Наверное, ждут еще. Вот они. Одного убил. Но, слушай, когда в таком моменте одного убиваешь, это уже хорошо. Ну, короче, да, у них паттерн кататься, по сути, вот по этому кружку около Эвери Кэррингтона. Поэтому шанс есть, да. Я понял, в чем прикол именно вот этих чуваков, за которыми я сейчас гоняюсь. У них паттерн меняется от того, куда сейчас поеду я, короче. То есть, каждый раз, когда я с ними сближаюсь, я заметил это в 100% случаев. Смотри, они сразу паттерн меняют. И сразу едут именно от меня в другую сторону. Я убил там хоть кого-то из них? Худу нет. Мещ надо в амбулаторию будет сгонять. Есть. Питер Грифон летает на вертолете в Айс Пойнте. Это плохо, что он летает, потому что у меня патронов нет. Я могу сейчас просрать эту миссию только из-за того, что у меня нет патронов. Вообще нет. Чего? Подожди, я только что ехал на второй остров, и мне опять понадобилось на пи... Ват? Погоди. А, ну вот он типа. Ля! Найс, у него скорость, кстати! Мое почтение! А как жить? Да, он и правда летает по одному и тому же паттерну, ребята. Во, видите? Он сейчас опять сюда завернет, и... Надо будет просто с ним что-то сделать. Ну, короче, тяжко. Да, он, короче, кружится здесь теперь вечно. ХЗ. Не знаю, как они мне даже хп не умудрились сбить за это время. Короче, мне нужно оружие нормальное. Или любое. Ну, в принципе, любое, да? Чё это я? Ай. Так. А, у тебя всё... Блин, чел, серьёзно, у тебя всё out of stock. Всё out of stock. Броня есть. За 200 продаёт. Ну, хотя бы один чувак. Так. Окей. Но, мне кажется, там правда нужно какой-то дальнобойное орудие. Давайте, кстати, вертолёт возьмём. Точно! Единственное, где я могу быть в безопасности, это в вертолёте. А что, если я его просто протараню? Может, у меня будет шанс потом, ну, выпрыгнуть хотя бы? Я не знаю. Почему у меня треугольник вниз показывает? Ам. Стоп, что? Что? Подожди. Бриф. Питер Грифон летает на вертолёте. Another player is free roaming in downtown. What? Он у меня скипнулся? Я, может быть, передумал, как назову эту серию. His spotted you watch out for his car explosion cheats. Я не знаю, что это такое, но за мной уже 4 звезды. У меня чел скипнулся, представляешь? Лол, у меня читы в игре стали активироваться! Чтоб вы понимали, я сейчас не вводил ничего. У меня чит просто взял и активировался только что. Охренеть. Ребят, охренеть. Ребят. 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 У меня читы активировались. Там написали про чит машину, и у меня читы активировались. Это капец. Это полный капец. Подожди. А он может заспавнить только один чит? Или... Я не знаю, что с этой миссией делать. Я просто не знаю. Эм... Я ко всему был готов. Чтоб... Car explosion чит! Окей, то есть теперь, когда я сажусь в тачку, у меня всё взрывается, да? Я вас понял. Я вас принял. Я вас принял. А можно мне чит на бессмертие от этого чувака? А что происходит? А у меня метка с ним пропала. Эм... У меня метка с ним только что пропала. Походу, софтлок. Я проходил эту миссию... Я проходил эту миссию так долго, что у меня... Ну, я не знаю, короче, у меня софтлок. У меня чувак просто пропал с радара. Ну, смотри. Он просто пропал с радара. Короче, у меня чувак просто пропал с радара. Он просто пропал с радара, и всё. Я... Я серьёзно вам говорю. Он у меня взял и пропал. Всё. Может активировался какой-то чит, который, ну типа сломал мне игру Все Подожди, а если миссия провалена, то читы уже не вырубаются Итак, миссия на лодке Уже сегодня был опыт, поэтому Может быть в теории это будет не самая худшая миссия в этом моде Но автоцит это жесть Особенно про читы Я такого вообще не ожидал Окей Значит, пройди через первый чекпоинт и начнем тест Оооо, у тебя, у тебя есть 3 минуты, чтобы пройти весь курс Ага Короче, он уменьшил меточки Именно хитбокс, короче, меточек Ну, технически, короче, считай, что если ты не пролетел через метку Наверное, миссию, ну, надо начинать заново, да Но, кстати, усложнение, между прочим, хорошее Если он сюда не добавил еще какой-нибудь дряни бесполезной Я даже хвалю этого чувака А еще, по-моему, он времени Он добавил сюда дряни Окей Так, окей, то есть мне надо взять Узи хотя бы, да Окей, будем знать Там, короче, располагаются чуваки из Акул Ну, моя не лучшая попытка это будет Ага Ога Ааа, тут лодка, да, стоит с ними, типа Че? А, вон они, это гаитяне Короче, гаитяне, которые портят тебе миссию Я понял Ну, мой респект резко понизился Когда я увидел двух гаитян с М4 Еще он перегородил катерком путь Но это хотя бы контриться более-менее Ладно Если, кстати, трамплин, как я понял, пропустишь Это сразу ГГ Ну ладно, они не наносят вроде прям большое количество урона Так что жить вроде можно Мне кажется, это будет сегодня самая легкая миссия В этом прохождении Без шуток вам говорю Да, он поблочил маленько маршрутиц Да, дамы и господа Никогда бы не подумал, что Встретимся с таким Но это прям Это прям вообще Улет, конечно, полный Так Здесь вроде были, да, они? Да всплыли Были, да всплыли Не знаю, короче Меня сейчас могут и подорвать Это будет печально Окей Ну в целом Я не могу сказать, что это будет сложно Просто Время отнимает Дуро Угу Кстати, походу еще Когда ты в лодке Ты Это Ой, не ты А они, короче, на тебя не реагируют, да Ну, это не точно Но По сравнению с тем, что было в сегодняшней серии Я могу вам сказать Что это миссия Бай Ладно, уже понятно Перезапускать надо Это, короче, наверное Самая проходимая миссия В данной модификации Я вам без шуток говорю Наверное, самая проходимая You killed Rico Они Рико Убили Они Рико Убили Рико Понимаете? Со мной Рико На машине И они его убили Они убили Рико Он не выжил в конце Этой миссии Он не выжил Он умер Все, его нет Помянем Ребят, помянем Да Ну, короче, миссия Чисто на заучивании Маршрута и на АИМе По-другому я объяснить Никак не могу Это было ужасно Я даже, кстати, хотел Ладно, не важно, что я хотел А, не, подожди Если бы я ограничитель кадров Вырубил То я бы Не прошел Ну, у меня, кстати, видео У меня уже дымилась лодка То есть там Там счет буквально на миллисекунды шел По-моему, мои мучения На момент 31 декабря Можно считать готовыми Как обычно, друзья Следующую серию мы начнем С непройденных миссий Это будет автоцит Поэтому перед шестой частью Мне придется еще записывать Футаж наперед Подожди Еще гаитяне теперь доступны Точно Так что Увидимся в следующей серии У меня даже нет сил уже на прощание Но я думаю, вы понимаете Спасибо за лайки, ребят Подписывайтесь на канал Если вы тут впервые Идем к девяти сотням тысяч подписчиков Я пошел копить нервы На самый фрустрирующий мод На GTA Vice City Под названием Hardline Спасибо за внимание Плейлист внизу слева на экране Услышимся, братцы Всем пока